В Козеле развивается футбольный фристайл. Уже опытный профессиональный игрок Александр Аршин с 11 сентября в течение двух недель обучает ребят, интересующихся этим видом спорта. Футбольный фристайл, как рассказал Александр, можно сравнить с симбиозом хоккея и фигурного катания. В России, а также за рубежом проводятся турниры по фристайлу. Александр Аршин – член команды Freeway города Новосибирск, один из начинателей этого вида спорта в Сибири. Сейчас я участвую ежегодно в онлайн-турнирах, езжу на турниры «Живые». Я занял второе место в онлайн-турнире ВПСК. Это турнир международный по ситингам. Также в Барнауле занял первое место. Там был турнир «Арена» Freestyle Clash. Да, я хочу, чтобы здесь развивался фристайл, потому что я вижу очень много ребят, которые делают такие простые трюки. И это уже база во фристайле. Они в дальнейшем могут очень хорошо прогрессировать. Я вижу потенциал во многих ребятах. Оттук увлекся фристайлом, как Александр, увидев ролики в интернете. Не остался равнодушен. За собой подтянуло и других своих друзей. Это очень захватывающее зрелище, делится Оттук. О футбольном фристайле я узнал из видеороликов в интернете, в ютубе. Потом в детстве, помню, в школе увидел Сашу и заинтересовался. А потом в инстаграме, когда листал ленту, наткнулся на объявление Саши, что проводит набор, так сказать, в свою группу, чтобы обучать ребят футбольному фристайлу. И пошел туда. И вот теперь уже занимаюсь футбольным фристайлом 4 месяца. Мечта, мечта есть у любого фристайлера. Выиграть Супербол, Рэдбул, РФФК, турниры всякие, пакт, онлайн-турниры. Футбольным фристайлом может заниматься каждый, независимо от пола и возраста. Главное – иметь мяч. В спортивном зале «Динамо» столичного управления МВД состоялось первенство регионального Министерства внутренних дел по баскетболу. Побороться за звание сильнейших прибыли более 100 человек. На баскетбольной площадке встретились 12 команд из числа специалистов разных подразделений ведомства, в числе которых и районы, а также ветераны. По итогам жеребьевки участники были разделены на три группы, в каждой из которых определились финалисты турнира. По итогам соревнований третье место заняла команда аппарата МВД Преспублики Тыва. Почетное второе место завоевали ветераны ведомства. А чемпионами первенства стали представители отряда специального назначения управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Преспублики «Гром». Также жюри определило лучших игроков соревнований. Спортсмены, занявшие призовые места, были награждены дипломами и медалями, а команда победителей получила переходящий кубок. Победителям предстоит защищать честь МВД Преспублики Тыва в соревнованиях на первенстве «Динамо».